Давайте пройдемся, посмотрим. Здесь везде соль и люди, наверное, здесь выращивают. И причем, смотрите, такая куча ресторанов, у них раскрученное такое место получается вообще. Обалдеть, там вот люди работают, соль они там делают, видно, или еще что-то такое. То есть эту территорию можно обойти, а вот она, солюшка, солюшка, беленькая. И вот здесь люди и выращивают, видимо, так как-то научились делать. Я в этом процессе вообще никак. Но посмотрите, какой шикарный парк, то есть здесь можно на машине заехать. Кажется, зря я машину там поставил, но от своего незнания. Но вот так вот будете теперь знать, если соберете, можно сюда заехать и вокруг сюда объехать объект и посмотреть, что же там такое. Это где-то вот в горах, это вообще неизвестное место такое. Если чего, в комментариях не пишите, дай координаты, не буду этой фигней заниматься. Везде плакаты есть, вот. По ним, по-любому в гугле все это пробьют. А вон она, солюшка. Пойду-ка я попробую. А я тут ел огурцы без соли. Я думаю, блин, соли не хватает. Знал бы, подождал бы. Вот она. Ну-ка. Соль и соль. Вкусная соль. Вообще классно. Здорово. И вот правда, Португалия все время удивляет. Вот уже не ждешь чего-то. А нет. Обязательно что-то эдако найдешь. Ой, как вкусно. Что вкусного в соли, да? А вот не знаю, прям классно. Я вчера так нехило попотел, видно, солевой запас у меня убыл малость. И вот прям хотелось чего-нибудь такого. Пойдемте сейчас вон в те, посмотрим домики деревянные на курьих ножках. Что же там такое. Они продают. Я думаю, что для туристов вообще. Не, ну правда классно. Соль и соль. Просто вот нормальная соль. отлично все здесь есть когда голова на плечах они так как все разорили никто ничего не хочет делать не нормальные люди вот пожалуйста все делают наладить надо было производства плюс еще туристов сюда привлечь тут куча ресторанов и так вообще немедленно он обычно салариум вот и ориентируйтесь на это не все это вот какую-то такую стрину сделали подходит вообще может от секта как анти-баптисты алкоголь там написано чет пойду читать это магазин короче кооператив продает соли салды ривды майор вот эта зона сюда можно прийти и купить соли не даже не знаю за рыбой за мясом за овощами вода фруктами за солью читать не знаю мне разрешили сюда войти спросил в общем липе все из соли обалдеть вообще класс я никогда не видел 100 процентов никогда не видел добродушные хорошие добрые люди отзываются все вообще и в эту поездку просто как-то везет я еду не знаю никаких обломов никто как говорится на тебя не смотрит непонятно вообще даже не писал что такое может быть вон соль продают пожалуйста в мешочках берите покупать вот здесь и винцо можно прикупить но здесь вообще все по моему можно прикупить тут туризм это надо по этой зоне иду думаю можете мне прикупить что-то я не знаю золотая соль добавить не значит националка типа такая помните как у нас в девяностых там мы после перестройки на короче также по трассе по националкам шашлычки делали там шашлыки продавали как это да все напомнило здесь можно сесть посидеть откроем мне кажется здесь и погулять можно смотреть это коса улочка здесь такая сзади как интересненько ничего не видел душ и представлял что такое может быть но я в восторге кто не знает как это делает надо почитать просто у меня получится что так вот только выйдет видео я сейчас не могу их дублировать и делать там закадровый перевод так что друзья мои сами там ищите информацию я вас просто знакомлю с местами так сказать если вы хотите побывать то пожалуйста такие коротенькие сюжеты ничего такого сделали такой городок в лас-вегас маленький солью только там на играх а здесь на соли сделали дэнди надо консультом чем только хотите солью перепири короче это чесноком то все фигни там то есть микс всяких разных солей намешанных чем-то в магазинах только не продают я не знаю я не видел друзья мы сейчас вам покажем место которое разделяла мусульман с христианами на протяжении ста лет эта дорога и более тысячи лет это настоящая дорога более тысячи лет это все находится в лесу здесь никого нет вместо безлюдное но редко бывает на люди какие-то туристы собственно говоря и сейчас вам покажем монастырь и руины собственно говоря 1000 нового 1064 года если не ошибаюсь но здесь уже маленько подлатали пойдемте посмотрим сюда зайти это еще тяжело вот этот именно вот эта дорога вот эти камни это тоже старая здесь они уже видно пытались что-то делать он нам туда это прям далеко и высоко явно место вообще туристами не обулюблены не администрация ни кем идем дальше ну вот каменный где здесь были меня лежит ну вот этот вот тут видно среди кори конкретно место под названием жерманеллу вы смотрите какой вид уже встречаются кое-какие камни но не стандартные вот обычно вот эти квадратные здесь можно сфотографироваться засунуть физиономию легком что захочется будет прикольно смотреть какой вид обалдеть а здесь народ я так думаю свои времена люди просто сидели это лавочки сидели там отдыхали здесь обдувает немножко так а нам вперед еще еще высоко смотрите на какую высоту ну сто процентов на руках наверно приперли потому что там вот вообще не проехать вот какие-то вот эти вот вещи до облагораживать здесь смотрите вам и гвозди там возможно еще чудо даже закрытая вон упакованы люди не боятся что у них украдут это вообще круто я уже не в первый раз кстати такое встречаю а вот это именно старая дорога вот это конкретно тропка раньше было скорее все на какая-то ровно и посмотрите это остались руины этого этой крепости уже ничего делать ребята чтобы можно обойти было чертеж у них есть прикольно ты гасе высота 2 метра четки до побольше ну 2 вообще конкретный а как же можно было пробить не стоп даже не пробить это вот гарнизон видно был а кто это мог разрушить землетрясением что разрушила просто с ума сойти но это да тема смотрите а здесь уже какой-то колодец генка но это конкретно колодец до старый колодец а может здесь держали людей каких-то тоже почему нет не такой не такой глубокий я не думаю что колодец такой глубины должен быть тем более это города слушай да это скорее всего здесь кого-то держали точно но это логично здесь ну 4 метра пускай 4 метра не 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 это другое это не не для воды я обалдею смотрите но не могу это не пройти они это делают все покидали там тоже лежали какие-то коробки с шурупами вот просто люди это все положили в полную уверенность что же никто чуть не возьмет я обожаю портебиале за это уже не в первый раз встречаюсь с этим молодцы ребят так здесь ходить не будем чуть такой посмотрим здесь со стороны эстрады конечно классно смотрится эта стена ну чё осталась одна стена чё теперь делать все равно надо ее как-то поберечь как-то сохранить пускай даже это одна стена ничего страшного не бросать же все таки история и вот она там состав с автострада шикарно так смотрится на на такой высоте просто вообще обалдеть даже сюда засти подмокли мягко сказать я то вообще мокрый представляете здесь враг лес вообще это нереально крепость было залезть 4 завоеватель завоевать ладно и туда зайти еще надо было не на туда я не пойду вниз спускается подыматься тяжело но пейзаж конечно бомба здесь наверно на восходе или на закате хорошую погоду вообще такой пейзаж и крепость стоит более тысячи лет и никого от столб кстати это самая высокая метка здесь окрестности самая высокая вот этот вот столб это самая высокая метка это вам валентежу есть там самая высокая над морем и вот вот этот стоп и сто процентов то же самое туда можно залезть наверх стать и сфотографироваться в общем залез я сюда вообще посмотрите здесь когда гарнизон был но вряд ли кто-то мог пройти незамеченным реально никто вот смотрите там лавочка какие-то там какой-то дом дом отдых там можно сесть и урна даже есть тут ходить смотреть вообще зелень и вон там вот где-то лавочки интересно посмотрите мы тоже но никто не мог реально здесь пройти как на ладони да ну была господствующая вина высота свое время мы же не знаем как дороги шли не обязательно как сейчас может их было две а вот там вот это это же вообще нечто давайте поближе сделаю смотрите лавочки урны что это вообще такое я сейчас попробую туда дойти машину бросил короче там где-то там где-то не знаю где можно сесть посидеть там почему я думаю что и ночевать можно вот это красотень на этом все мы в португалии кстати если вы узнали очень много альтернативной вот этой энергии очень они вообще по уходят сто процентов на нее перейти не знаю правильно это или нет не моего ума дело я в этом не очень понимаю вот под их подходы можно заехать и все и возможно получится это вот в европе я помню чуть такое слышу то ли голландия и по-моему португалия там что ну за 40 с лишним процентов они потребляют вот такой вот энергии него это не покупной вот где-то там куда я приехал то туда не чудо бывают охренеть по моему я не туда еду куда-то хотя может быть и туда держитесь грит правой стороны куда ехать я не сюда вот сюда ехать она не правая сторона куда я еду то узнать будет это я сейчас налево должен свернуть и что-то там будет я правда реально забыл но вот тут вот видно что то есть какие-то объявления объявления где здесь влево здесь влево тут пешком влево тут влево влево так и на начицу здесь развернусь и а вот тут вот вот он наверно ли он и на сюда уже не поеду здесь уже пешком пройду здесь это недалеко чуть не рискнул я ехать на машине я просто есть папы перецарапаю там еще более-менее нормально а здесь я не знаю ни дороги ничего но здесь как бы 450 метров на машине одна минута куда ехать я понятия не имею я скажу вам ребят здесь не часто ездят а сейчас посмотрю может вообще никуда не поеду смотрите я в горах один 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 никого а вон там какое-то здание наверно что-то там ну да мне показывает дорога туда будет их уходит а мне там типа пешком надо пройти ну пойдемте это называется облом а он показывает худеть за кустами куда-то наверх что-то должно быть это неправильная ссылка стопудово стопудово неправильная ссылка в нашу и вот здесь вот-вот я должен сейчас куда то влево идти это его всё я должен поворачивать куда я должен поворачивать вот козлы какие-то удают ссылки и неправильные вообще конкретно чтобы заикались до конца своих дней нафига так ехать куда-то тратить деньги где-то сейчас недорогой ой точнее дорогой это очень дорогой ладно знаете самое интересное я иду ясно до горы запах тут должен быть вообще просто идеальный они вот эти вот фигни они пахнут вот знаете как трансформатор будка вот доходит такой запах такой неприятный вот там типа нагреваются элементы вот медь вот это все в пластины и пахнет вот кому-то изолента там прилипла еще чё там обмотка и она нагрелась и какой-то вот такой запах выдает и узнаете ощущение такое что прям аж тепло доходит может мне так кажется ну сколько здесь метров 300 может быть надо вид все находился я в цивилизацию в дверь чем нравится португалия вот видишь ты в цивилизации только что был и все горы никого нет чего случись хрен найдут друзья мои мы привыкли что португалия вечно говорят она такая еще ничего не нет но это в зависимости от зон где-то зоны занимаются некоторые в зонах некоторых занимаются культурным наследием туризмом а здесь вот зона это недалеко от санторея у них конечно здесь поля я иной раз еду вспоминаю советский союз но из той же серии посмотрите все распахано и все работает здесь садят ну я не знаю что только тут не садят и уже все ведь поля подготавливают под новой посевы сейчас здесь очень много полей как мне сказали вы купили индус да богатые индусы сюда приехали и уже занимается вот куртивированием чего-то не все оказывается барыжат где-то в туристических местах какими-то сувенирами но от сувениров там конечно мало что осталось лыжи другими так это у нас что на виноград похоже это виноградники португальский виноградник смотрите сколько глаз видно да и это здесь не один два три километра здесь десятки километров вот таких полей представляете оказывается в португалии тоже есть сельскост производства что кстати очень странно так как приезжаешь когда в португалию вот едешь едешь одни пробковые поля и собственно говоря ничего больше так вот местами но вот эта зона именно да она конечно хорошо выращиваются здесь овощи фрукты работают они отлично шикарно и наградников и там поля удали за этими деревьями продолжаются 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 ума к столько в португалии если вы сюда приедете и будете ездить ехать по националке очень внимательно смотрите это очень важно по сторонам потому что иной раз вот вы едете и вам встречается вот такие объекты сейчас я вам его покажу я здесь уже когда-то давно был мы моими подписчиками уже друзьями в общем они мечта привозить когда мы познакомились мега старое вообще место нет и но не здесь правда не написано что это такое но это какой-то фонтан и часть крепости буду что наверху там тоже монастырь какую-то старинную смону или ну прям что-то старая старая стоит и вот смотрите остались гирбы фонтан еще работает мне вот этот всегда убивала вот это все построено неизвестно когда и в каких годах она все работает вот идет фонтан и даже часть чего-то скорее всего ну да это был фонтан вот они строили фонтан и так никак в нашем понимании кран какой-то и все да а здесь на чтобы можно было стираться чем-то заниматься вот тут видно везде древность просто древность это все бросили разрушили собственно говоря никому до этого дела нет ведь самочечная вода соответственно вы сами понимаете да здесь у нас понятно что уже такой туалет бомжатник но каких годов я так и не понял ну посмотрите там еще какие-то куда-то там эти помещения здесь люди живут да вот смотрите какой забор старый 10 лестницы вообще как лет шикарно а то сюда сюда можно бывать а это мы здесь уже были дача в общем старинный объект и вот все что от него осталось что это было скажите идут забор идет куда-то в лес вот здесь детектором походить по этим лесам по склонам но явно вместо такое что она заброшенная что-то можно здесь найти и таких на самом деле объектов очень много пулемой то что если ездите внимательно смотрите я не знал где но находится ребята мне показывали ведь случайно профессиональный взгляд сбоку выцепил знакомые колонны